Как купить недвижимость за границей без риска? Вопрос в той или иной степени волнующий любого покупателя. Тем более, когда он находится в далекой и не во всем понятной стране. В ближайшие минуты несколько юридических и практических советов о безопасности сделок от специалистов из Таиланда. Тут разные бывают у нас возражения. А правда, что вся земля принадлежит королю, и он ее может забрать. Очень редко бывает такое, что совсем какой-то треш неадекватный тайцы там что-то строят. Больше, на самом деле, я слышу опасений таких, но каких-то конкретных фактов, что тайцы путем нарушения каких-то законов обманывают людей на деньги. Вот я с таким точно не сталкивался ни разу. Вы приехали на Пхукет, посмотрели разные варианты и что-то понравилось. Мечта начинает обретать практические очертания. Но покупать, разумеется, рано. Для начала узнаем как можно больше о застройщике и проекте. Прежде всего, кто имеет полномочия подписи, сколько директоров в компании, как они имеют право подписывать, потому что они имеют право подписывать иногда все вместе, иногда по отдельности. В тайском обществе с ограниченной ответственностью закон допускает 10 директоров. Следующим моментом является земельный участок. Должен быть и сертификат. Это сертификат, который подтверждает, что вы находитесь в правильном зонировании, что данный объект здесь может быть построен в связи с экологическими нормами данного государства, в связи с его высотностью, в связи с пятном застройки. Это нормы тайского законодательства. Следующим этапом является разрешение на строительство, так называемый Building Permit. Если Building Permit присутствует в проекте, тогда, в принципе, можно инвестировать в данный проект, и этот будет проект, скорее всего, достроен. Все остальное зависит от качества управления, от менеджмента, скажем, от опыта работы в данном регионе, ну и, соответственно, от опыта работы с документами по данному проекту и получением права собственности, прежде всего для проекта, но в последующем для его клиента. Первый этап пройден, и проект по-прежнему интересен. Но, возможно, вопросы появятся в тот момент, когда вы будете изучать договор. Конечно, если вы рассматриваете вариант от крупной компании, все несколько проще. Все-таки продажи недвижимости здесь поставлены на поток. Застройщики, если мы говорим о первичной недвижимости, максимально готовят все документы заранее. У девелоперов всегда есть все документы готовы, которые легко проверяются. Ты у него весь New Diligence делал, у него все-все-все готово, ты там за три секунды можешь это все проверить. И такие сделки обычно быстро и легко проходят с девелоперами на новые объекты. Прежде всего, я считаю, что нужно попросить контракт не только на английском и на тайском языке, а у девелопера нужно попросить контракт на русском языке. Конечно, в суде превалирующим будет являться тайская версия, но тайская версия должна соответствовать как минимум английской версии в контракте. Следующим моментом является финансовый трансфер. Вы должны заплатить деньги с правильным целевым назначением, в котором будет указана фамилия, название проекта, номер юнита. Ну и желательно это сделать со своего персонального счета, для того, чтобы в будущем, если вы продадите, вы могли вывезти деньги из Таиланда. Если вы заплатите с офшора или кто-то вам поможет в этом другими путями, то, скорее всего, если вы продадите недвижимость, вы получите в Таиланде наличные или деньги на ваш счет. Но отправить их к закону за границу вы уже не сможете, поэтому очень нужно внимательно контролировать, как деньги вошли на территорию Таиланда. Окончательным моментом является перевод права собственности на имя покупателя. Есть дата в договоре. Она должна быть обусоблена сторонами и она должна быть прописана в договоре. Именно не дата окончания строительства, а дата перевода права собственности, когда клиент может прийти или его представитель, скорее всего, прийти в ленд-офис и действительно получить документы, прийти на регистрацию и получить ваше законное право, оформленное согласно законодательству Таиланда в региональном ленд-офисе. Какой бы прекрасный не был проект, мы имеем дело со строительством, сферой рискованной во всех без исключения странах. Достроят, не достроят, в срок, не в срок. Но здесь вопрос уже не в бумажном договоре. Совсем исключать риски нельзя. Нужно снова с умом оценить строителей проекта и его перспективы. Рекомендуем иметь дело с полноценными застройщиками, те, которые имеют опыт, те, которые имеют полноценную практику. Надо быть готовым к задержкам строительства на некоторых объектах. Мы не можем гарантировать, что этот объект, да, он прям построится определенно в этот срок. Но в целом, как бы если сравнить с Россией, то они хотя бы строят, они достраивают в любом случае эти комплексы, либо перепокупая другой инвестор, либо все-таки, ну в общем, комплексы все равно достраиваются. Здесь недостроив на пукете очень мало, буквально три, на всем пукете. В заключении вот о чем. Говорят, самая большая ошибка в шахматах – переоценка соперника. А при покупке недвижимости, соответственно, это, да, переоценка рисков. Надо проверять, надо обращаться к специалистам, но не надо бояться всех подряд. В Таиланде принято доверять. Таиланд более чистоплотная страна, скажем, в юридическом аспекте, чем многие страны, с которыми мы уже сталкивались в международной недвижимости. Если там доходит какой-то слух, что где-то кто-то там, кого-то при аренде транспорта, при аренде недвижимости обманул, то тут больше, как правило, связаны истории не с местными, а с какими-то недобросовестными посредниками. Вот их надо проверять. Если посредник хороший, он уже, понятное дело, проверит дальше, таится сам. Вот для этого мы, конечно же, нужны. Мы же показываем объективно, там, каждому клиенту, там, 5-7-10 объектов. Если надо, и 20 покажем, все покажем на острове, если надо. Чтобы он уже принял максимально осознанное решение, чтобы уже прямо вот все, там, душа и сердце сказали «да», и разум сказал «да», все, это мое. И подходили все условия, и только тогда человек покупает. Скалищик Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...